26 вопросов в повестке дня рассмотрели сегодня депутаты окружного парламента на первой в этом году сессии. Были приняты ряд важных социальных законопроектов, касаемых оплаты больничных работников бюджетных учреждений, дополнительных возможностей использования средств окружного материнского капитала и поддержки сельских аграриев. Обо всем по порядку расскажем в материале выпуска. Пожалуй, один из наиболее актуальных и социально значимых решений, принятых сегодня на сессии окружного собрания депутатов, возврат стопроцентной оплаты больничных. Напомню, накануне с этой инициативой к парламентариям обратился временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. Независимо от того, сколько работник будет находиться на больничном, независимо от того, он болеет в стационаре или лечится на дому, ему гарантируется сохранение его заработка в размере 100%. То есть это выплата пособия по больничному листу и плюс доплата с окружного бюджета. При этом этот закон уже будет действовать с 1 февраля текущего года, и он будет распространяться на работников всех бюджетных учреждений округа, а также на государства и муниципальных служащих и должностных лиц. Существенная поддержка будет оказана и сельским аграриям. Депутатский корпус также поддержал предложение Александра Цибульского о льготных тарифах на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей. Начиная с марта они будут платить за электричество в два раза меньше. Льготный тариф составит 15 рублей за киловатт в час с марта по июнь и 15 рублей 75 копеек с июля по декабрь без учета НДС. То, что мы сделали вот такой шаг, я считаю, в правильном направлении, для того, чтобы у нас оживить непосредственную работу на местах тех людей, которые производят продукцию. А если взять тоже Лабожское, что такое ферма для них? Это около 40 человек, которые работают на ферме постоянно, там 38 человек. В ходе весенней заготовки сена еще несколько десятков. То есть для них это очень-очень важно. Это трудоустройство, это работа на селе, значит, есть ферма, значит, живет в селе. Мы это все хорошо с вами знаем. Ранее на заседании комитета при обсуждении этого вопроса депутатами было принято решение обратиться к федеральному центру с просьбой об оказании финансовой поддержки. По словам Александра Лутовинова, некоторые регионы России входят в единую энергосистему страны и получают дотации с федерального бюджета. Такая возможность позволила бы снизить существенную нагрузку на региональный бюджет. Также на сессии парламентарии единогласно поддержали законопроекты о дополнительных возможностях использования средств окружного материнского капитала. Многих представителей многодетных семей интересовал вопрос о возможности его использования за пределами округа для улучшения жилищных условий. Первый раз мы с этим вопросом вышли еще в сентябре прошлого года. С небольшими поправками сегодня этот закон был принят. Поправки касались в частности того, чтобы несколько ограничить произвольное использование маткапитала, дав такое разрешение только тем, которые не состоят на учете здесь, в округе, на улучшение жилищных условий. В этом случае семья может использовать региональный и федеральный материнский капитал, а это примерно 800 тысяч рублей за пределами округа. Кроме этого, даже для тех граждан, которые здесь в силу отсутствия жилья находятся на учете, на получении жилья в Государственном жилищном фонде, в Муниципальном жилищном фонде, мы сделали исключение. Если в такой семье многодетной кто-то из членов семьи является инвалидом, он под это ограничение не попадает. Мы ему разрешаем на всей территории Российской Федерации материнский капитал использовать. Кроме этого, если у кого-то из членов семьи есть какие-то рекомендации по медицинским показаниям выехать за пределы округа, в таком случае тоже они под это ограничение не попадают. Напомню, окружной материнский капитал предоставляется при рождении третьего и последующего детей. Его размер составляет 366 356 рублей. Ранее семьи, проживающие в регионе, могли направить средства мат-капитала на приобретение жилья только на территории Ненецкого округа.